Итак, про вопросы. Искусство задавать вопросы. Не секрет, наверное, ни для кого, что наш язык, язык, с помощью которого мы общаемся, передаем друг дружке информацию, что он вообще говоря, ну, не то чтобы там не точно, не то чтобы плохой, но, в принципе, он передает гораздо меньше информации, чем мы знаем, гораздо меньше, чем мы видели, слышали, чувствовали. То есть язык является, с одной стороны, очень удобным инструментом, потому что мы можем все описать и просто передать другому на бумажке, сказать, ну, чувак, прочитай, и все нормально. С другой стороны, он же нас и немножечко ограничивает. То есть ограничивает в том смысле, что если мы что-то не написали, то этого нет. Если мы что-то не сказали, то этого нет. То есть эта информация была не передана. Вот. И, собственно говоря, когда вот в этом языковом, в легкой языковой ловушке мы, значит, живем, да, и общаемся друг с дружкой, то происходят иногда очень интересные вещи. Мы имеем в виду одно, подразумеваем одно и говорим что-то. Мы говорим, там, не договаривая что-то, или имея в виду за каким-то словом, понятное нам, понятные нам идеи. Вот. А другие люди, они за вот этими самыми недоговариваниями, да, они за ними видят, слышат, понимают свои недоговаривания, свои умолчания. Вот многие слышали, наверное, такое выражение, карта не территория. И описание какой-то территории, оно в любом случае, насколько бы подробным оно не было, насколько бы там детальным оно не было, оно все равно в мельчайших подробностях, не в состоянии описать реальную, настоящую территорию. Вот так же и существует внутреннее знание у нас о чем-то. И когда мы пытаемся передать его другому человеку, описать фильм, который мы смотрели, или событие, которое с нами произошло, то как бы мы не старались передать вот все, что происходило, к сожалению, мы не сможем этого сделать. Но, тем не менее, наверное, зачастую и в этом нет смысла. И язык нам позволяет с большей или меньшей точностью это наше внутреннее знание передать. Но бывают контексты, когда мы ответили на вопрос, как дела, хорошо, и наш ответ вполне удовлетворяет собеседника. Но бывают контексты, когда точность, детальность ответа, она дорогого стоит. Особенно, когда речь идет о серьезных каких-то сделках, о больших суммах, о серьезных объектах. Вот там, конечно же, точность передачи информации важна, она критична. Поэтому мы и говорим о том, что нам необходим дополнительный инструмент к тому, что мы просто умеем говорить и что-то сообщать друг другу. Нам нужен инструмент, который позволит вот эту информацию дополнительно прояснять, детализировать и находить какие-то нюансы, которые нашу коммуникацию сделают лучше или эффективнее. И таким инструментом, таким инструментом стал... Что-то у нас там с техническими моментами, да? Да нет, нет, нормально все. Состоятельно? Состоятельно? Момент имеет еще одну штуку нашел. Вот. По поводу звука, да, там нам пишут плохо слышно. Вот сейчас я подкрутил там еще одну штуку. Как сейчас со звуком? Напишите, пожалуйста. Возможно, даже я ее слишком сильно подкрутил. Я думаю, вот так вот, наверное, должно быть нормально. И таким инструментом для коммуникации стала мета-модель. Мета-модель одна из самых интересных и, собственно говоря, она первая модель NLP, модель с которой, ну, можно сказать, NLP началось. NLP началось с моделирования вообще, и первым-первыхым это было искусство задавать вопросы. Ну, это дело примененное в психотерапии в первую очередь, потому что моделирование того самого Фрица Перлса, того самого основателя герстальт-терапии, и его вопросы, которые там позволяли людям все понимать, да? И, собственно говоря, вот эти самые вопросы. Некоторое количество наблюдений, некоторое количество слов, фраз, на какие из них надо реагировать, как реагировать, зачем реагировать, и, собственно, куда двигать человека, вот в этом самом понимании, как это модель. Вот приходит к психотерапевту, к Фрицу Перлсу клиент, и рассказывает там кучу-кучу всего, что наболело. Он рассказывает о своей проблеме, и психотерапевт же не на каждое слово реагирует, он слушает, но вопросы свои он задает в какой-то конкретный момент, и вопросы он строит тоже не абы как, он вопросы строит таким образом, чтобы клиент там у себя какую-то информацию важную нашел, и высказал ее вслух, тем самым осознав, поняв ее, да? И это ведет к трансформации клиента, вот. Поэтому аналитический подход к текстам, к речи, да, к лингвистике, которая там это выражает, и позволил создать метамодель. Вот за это спасибо Гриндеру, он тесно, плотно этим занимался. Это, эта технология в процессе разработки, да, стала его докторской диссертацией. Вот, кстати, да, так, небольшое отступление в сторонку к вопросу о ненаучности НЛП. Какой хороший вопрос. Хороший, прекрасный вопрос, да, некоторые люди любят бегать с таким специальным флагом, называется НЛП ненаучно. Ну, во-первых, мы об этом как-то уже говорили, да, нельзя говорить за все НЛП. НЛП это большое количество моделей, и по некоторым, да, могут быть вопросы, по некоторым нет. Поэтому про конкретные модели. Если, например, кому-то хочется сказать, что в НЛП нет ничего научного, ну, этим людям, наверное, стоит взять и почитать первый том книги «Структура магии», где метамодель описана не так, как мы даем ее на тренинге. Не с точки зрения просто, вот вам 12 шаблонов, реагируйте на них вот так, и все будет хорошо. Идите, потренируйтесь, да? Нет, там около 500 страниц, где метамодель описана с отсылками в лингвистику, там, ну, и, в общем, там много чего интересного. Книга очень зубодробительная, то есть люди, которые ее смогут прочитать, они никогда, наверное, больше не будут говорить на тему ненаучности. То есть весьма, 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 весьма. Вот. Ну, это, это как бы дело такое. Научные предпосылки, да, там, эти трансформационная грамматика хомского, лингвистика, математика даже. Вот это все понятно. Что делать-то, да? Что делать нам, простым людям, да, с разным уровнем образования и зачастую действительно не всегда имеющим возможность прочитать вот эти зубодробительные книги, да? Ну, на самом деле нет необходимости. К счастью, сейчас есть информация, есть там тренинги, мастер-классы, да, есть гораздо более простые тексты, в которых эта технология написана легко и понятно. Она написана таким образом, чтобы была возможность ее использовать в своей повседневной жизни, да, чтобы была возможность делать свою коммуникацию, свое общение с другими людьми, ну, более легким и понятным способом. Ну, начнем мы, наверное, все равно с немножечко такого около психологического все-таки подхода. Вот. На нем, наверное, удобнее всего показать вот эту самую метамодель, да, показать, на что реагировать. Как реагировать и больше даже, наверное, зачем, почему надо реагировать. Ну, говорит себе человек и говорит, да? Ну, говорите вы себе и говорите, пожалуйста. Первое, мы, наверное, будем так в некотором, в некотором порядке, в некотором порядке важном, что ли, говорить, да, о этих самых паттернах метамодели. Первое, первое, это, например, когда человек говорит такие замечательные фразы, типа, что-то на меня напала хандра, вот, или наоборот, например, там, вот тут у меня, там, сегодня у меня настроение такое хорошее случилось, да, или, вот, как это, там, любовь пришла, любовь ушла, там, ну, вот, все вот такие вот вещи. То, что в рамках, в рамках вот подхода метамодели, да, в рамках вот этой концепции называется номинализация. Глагол, глагол, превращенный в существительное, то есть, то, что должно быть, то, что должно быть глаголом, то, что должно быть описанием действия, и то, с чем человек должен иметь возможность работать, это почему-то превращается в самостоятельный объект. Болезнь. Если простуда, там, застала вас врасплох, да, там, или болезни подстерегают вас на каждом шагу. Вы можете вспоминать, вот, сейчас примеры из рекламы, потому что номинализация в рекламе, это, вот, основной принцип, который используется для внушения, для продажи. Болезнь, она не существует, то есть, как существительное, как субъект, она не существует, но, когда мы в таком формате привыкаем, да, или зачем-то, там, нам это говорят, или мы сами говорим, когда в таком формате мы описываем происходящее, оно перестаёт быть происходящим, оно становится отношениями с разными субъектами, и дальше просто, вот, да, там, от меня ничего не зависит. Любовь пришла, любовь ушла, там, болезнь пришла, напала, работа сегодня не работается, например, да, вчера работа работалась, а сегодня не работается. Ну, что-то не прёт, да. Не прёт, что-то не прёт. Это какой-то... Это вот как раз-таки следующий момент, на который мы можем обращать внимание, это, когда звучат слова, слова, за которыми непонятно, что стоит, да, непонятно, о чём, собственно говоря, речь, что не прёт, да, там, кто-то, что-то, там, вот такие вот. Да, обычно, обычно невозможно, наверное, сказать фразу, чтобы в ней не было каких-нибудь недоговорок и умолчаний, потому что, ну, вот, там, люди, люди, те, кто в теме, те, кто имел отношение с юристами, да, писали там, что-то договора, читали юридически, вот. Вот, вы, пожалуйста, имейте в виду, да, вот, описанная некоторая ситуация, да, и некоторый контекст, описанный без упущений каких-либо, это юридический договор. Так никто не разговаривает. Всё равно есть какие-то... Всё равно есть какие-то мы недоговариваем, там, чего-то, там, ну, и, там, подразумеваем. Вот, ну, чего, если у нас есть, вот, то самое, та самая номинализация, то самое важное превратить её обратно в глагол. Не болезнь наступила, а я болею, там, мне простуда напала, а я простудился, то есть, там, ну, как минимум, как минимум при этом возникают, ну, с одной стороны, как бы возникают понимание, что это я ответственный за процессы. Ну, и, соответственно... Не всегда понятно, каким образом, да. Да, вот, согласна. Не всегда понятно, каким образом, особенно, когда речь идёт о каких-то вещах неприятных. Ну, например, там, семья распалась, да, по-хорошему есть смысл перевести это в личную ответственность, да, там, мы разрушили, например, да, или там, дружба закончилась, да, то есть, мы перестали дружить. Как только мы начинаем понимать, что это действия, которые совершаются нами, лично, которые мы делаем, да, или мы чего-то не делаем, или мы что-то делаем, как раз-таки личная ответственность включается, и за этим уже стоит следующий вопрос. А что конкретно вы делали или не делали, чтобы прийти к такому результату? И на этом этапе ситуация становится гораздо понятнее, да, там. Второй, второй, второй по важности, да, элемент это то, что называется неконкретные глаголы. То есть, когда идёт «я болею», да, или «я никак не могу выздороветь». Выздороветь – это чего? «Болею» – это чего? То есть, уже есть личная ответственность, теперь можно начинать заниматься деталями. Что именно ты делаешь? Любимая фраза студентов и школьников средней и старшей школы «я учил». Классная фраза. Вот личная прекрасная фраза. Приходит человек, да, там, сдавать экзамен, нифига не знает, препод видит, что нифига не знает, как-то объективно собирается поставить ему двойку, это логично, тот не соглашается, говорит, нет, поставьте мне хотя бы тройку, потому что я учил. Я же учил, говорит, ну, ничего. Так именно ты учил. Логичный вопрос, да, должен был бы звучать, как именно ты учил, что конкретно ты делал. Вот. Как именно, там, у нас отношения, да, что происходит? Отношения, да, номинализация. Отношения, да, номинализация. Что происходит? Как бы кривень, когда там отношаетесь, да, у нас дружба, вы дружите, хорошо, да, да, мы дружим-дружим, и что именно происходит, когда вы дружите, что конкретно вы делаете? Вот за этим как раз-таки вопрос, да, мы раз в неделю встречаемся, мы вместе ходим на работу, или мы раз в год, там, созваниваемся, то есть конкретные проявления этой дружбы и являются моментами для осознания и понимания, если, например, когда дружба была, как это было, ну, это мы там регулярно, там, пару раз в неделю встречались где-то, что-то делали вместе, это была одна дружба, да, когда вот она была. Когда она ушла, это значит, что, ну, перестали встречаться и перестали что-то делать вместе. Вопрос, да, можно ли возобновить, да, и если хочется дружбу вот, да, то можно возобновить. Если нет, то тогда уже вопрос не к дружбе, да, вопрос в том, что вам сейчас так комфортно. Если дружба ушла, то вообще непонятно, что делать. Если мы перестали дружить, то тогда надо спросить, а мы когда дружили, что конкретно происходило, да, вот то, что, то, что Юлия сказала, да, с какой периодичностью, с какой частотой, а сейчас, так, а может быть, дело в том, что просто нужно продолжить встречаться, да, и как бы это, и все нормально, там, да, дружба вернется. Это первые, это первые и, наверное, важные, ну, чуть ли не самые важные элементы, вот той самой метамодели, за той самой картины мира, за которые сразу надо цепляться, как только вы их слышите у себя, там, внутри головы, да, или у кого-то другого, за них цепляться надо. Ну, то есть, если, если там есть, конечно, задача помочь человеку, да, или разобраться, что происходит, потому что, если, если, например, вестись на слова «дружба», то есть в чистом виде и не, как бы, не уточнять, что имеет в виду другой человек, да, если вестись просто на отношения как слово, как номинализацию, то каждый из вас будет понимать разное. и дальше просто вот, а чё, а я думал, у нас вот это, а я вообще даже не сломал, не духом, да? Ну, да, даже у меня есть в списке телефонной книги, значит, мы дружим. Дружим. Ну, а почему нет, да, это может являться признаком дружбы, но для какого-то человека вполне может, да, а для другого это вообще ничего не значит, для него дружба это действительно, когда там позвонил в 3 часа ночи, то срочно приехал, если надо, да. Очень-очень интересный случай был во Вторую мировую войну, когда, ой, или чуть позже Второй мировой, ну, в общем, где-то там, то есть не в нашем, там, любимом в 21 веке, да, а несколько пораньше, стояли американские летчики, американские военные, находились, база находилась в Англии. Ну, естественно, американские военные чего? Естественно, в город, естественно, там девушки, да, ну, обычно нормально идет человеческая жизнь. Естественно, они общались с местными девушками. И, и дальше просто, если спрашивать их условно по отдельности, да, то, ну, там парадоксальная была ситуация, как-то уж у них очень быстро доходило дело до, до постели, вот. При этом американские, американские, как их называют, господи, военные, да, лёжчики, я забыл, вот, они считали, что это происходит потому, что английские девушки очень доступны, такие раскрепощенные, там, ведут себя так свободно, да, а английские девушки считали, что это потому, что американские военные, там, безумно настойчивые. Вот, происходило, ну, а на самом деле, там, как бы, вот, та самая разница, разница в расшифровке, что такое отношение. Для английских девушек, ну, там, как бы, в цепочке от знакомства до поцелуя, поцелуя стояли где-то прям, прям непосредственно перед, собственно говоря, уже постелью, там, сексом, и вот это всё. А для американских ребят поцелуи стояли в самом начале, то есть, они просто отделили это от дружбы, да, ну, а дальше уже смотрим, как получается, да, вот, и поэтому американские военные, там, не это, как-то, без особых запариваний лезли целоваться, вот, и для английских девушек это обозначало, что уже, ну, как бы, вот, вот, и, значит, понятное дело, что они все удивлялись, английские девочки удивлялись, что это так быстро, да, вот, а американцы слегка удивлялись, что она, девушка, они тоже удивлялись, что после поцелуя начинают сразу раздеваться, да, он такой, ну-ка, ну ладно, а чё, попьёло, да, например, да, вот, не совпадение. Да, как раз-таки там и совпадение, да, ну, смотря, смотря, какие цели, да, вот. Да, по большому счёту, всё-таки, действительно, разница в понимании того, что стоит за тем или иным определением, она задаёт, в принципе, отношение к происходящему. И в некоторых случаях вот такие непонимания приводили к результату, ну, в принципе, приели влюбленному для обоих сторон, ну, и ладно, и хорошо, да, поудивлялись, ну, в принципе, там, ничего плохого, вот. А в некоторых случаях это может приводить к конфликтам. В некоторых случаях это может приводить к тому, что люди вообще не договорились, вообще всё пошло по-другому, вообще не поняли друг друга, да, и поэтому вопросы раскрытия номинализации и уточнения, кто чего имеет в виду под процессами, они являются одними из самых важных, вот, в этой самой метамодели. Вот, вторые, вторые по важности, вторые по важности вопросы в метамодели обращены, обращены на убеждение, обращены на то, что, на то, что, вот, да, считается убеждениями, причём, ну, убеждениями не только теми самыми глубинными, но и наблюдениями за миром, наблюдения о мире, о том, как всё устроено, да. Вот, это вот те самые, те самые фразы, которые, если то, это потому что, это из-за этого, да, если будет вот это, значит, будет вот это, а вот это вот там, потому что, ну, то есть, всевозможные причинно-следственные связи и всевозможные комплексные эквиваленты, то, что называется комплексные либо сложные эквиваленты, когда что-то ставится в соответствии чему-то, это значит, это лысый, значит. Я учил, поэтому поставьте мне тройку. Ну, например, да. Логичный вопрос, а как это связано? Как это связано, да. Мы уже даже не спрашиваем, а как конкретно это учил, да, мы спрашиваем, как это связано. Как это связано, да. При том, что опять проводился эксперимент, когда в супермаркет отправляли людей, они брали что-то маленькое, ну, там, одну бутылку газировки, например, да, и они подходили к очереди на кассу и просили пропустить их без очереди. Ну, натурально у них было мало с собой там, всё, но эксперимент разделялся на две части. В одной части они просто пропустите меня, пожалуйста, без очереди. Всё, вот только эту фразу говорили. Их пропускали там в каком-то количестве, в каком-то проценте случаев. Во втором, во второй части эксперимента они точно так же подходили там с чем-то одним небольшим, точно так же говорят пропустите меня, пожалуйста, без очереди, но добавляли к этому «потому что», ну, там, потому что у меня мало, там, потому что у меня там ребёнок, потому что мне нужно, потому что я тороплюсь, да, потому что там, ну, что-то, что угодно, да. Потому что вечер, потому что четыре часа уже, ну, потому что гладиолус, да, вот эта вот известная фраза. И процент, процент пропускания человеков вырос, вырос, видимо, вот эта вот идея, идея того, что мы ведёмся, что ли, на вот эти вот там надо, на логическую аргументацию, это кажется серьёзно, как только, потому что, как только там, если то, то возникает, возникает какая-то такая идея, убеждения являются, ну, это высшая нервная деятельность, то есть подытоживание мира, когда мы вот в таком формате, там, если то и всё остальное, когда мы в таком формате начинаем о чём-то думать, это, ну, это фактически уже является таким, ну, там, типа серьёзным, когнитивным актом на тему мира. Причём в деталях мы можем не разбираться, когда нам другой человек говорит, потому что мы автоматически принимаем идеи, что у него есть серьёзная причина, и если у нас там нет времени, нет ресурсов, нет желания разбираться в этих деталях, мы просто там, безусловно, принимаем и человека пропускаем, да, даём ему возможность. Вот. По большому счёту, действительно, для того, чтобы наши коммуникации, наши общения были, ну, как бы адекватны, да, были результативны, эффективны, конечно же, есть иногда смысл уточните, как эти вещи связаны между собой, и зачастую вы будете удивлены, да, потому что логики вы можете просто не услышать, да. И всё-таки давайте будем помнить о том, что когда мы общаемся сами с собой, да, мы же тоже разговариваем, у нас есть внутренние диалоги, мы разговариваем тоже какими-то привычными способами, то есть так, как мы говорим с другими, мы с собой разговариваем. Поэтому, если нам кажется, что что-то является для других убедительным, мы будем точно так же убеждать и себя, вот, и задавать себе аналогичные вопросы, а как это связано, когда я вот так думаю, а как, да, а как там номинализацию превратить в глагол, да, а что я понимаю под словом любовь, а что конкретно я должен делать, когда я люблю, это очень серьёзно возвращает к реальности, да, возвращает к жизни и пониманию того, что происходит, да, рассеивает вот этот туман мыслей. Вот, по поводу, по поводу всех вот этих вот убеждений и логических наблюдений за миром, базовые вопросы, как это связано, почему это так, почему, почему вы решили, что оно вот так вот одно другое вызывает, да, или почему такие критерии. В ряде случаев там действительно есть за этим объяснение, вот, но частенько этих объяснений не бывает. Вот, и тогда, ну, опять же, да, вопрос, вопрос чего, вопрос целей, если мы находимся в коммуникации, где мы хотим чего-то изменить, где мы хотим разобраться, то нам тогда, конечно же, интересно, если это связано с, вот тут важный момент, который, ну, как нам кажется, важным метамодель, это же не только инструмент терапии, это же не только инструмент, где там к тебе пришёл человек, ты его лечишь, да, потом оставляешь метамодель там в кабинете, да, домой уходишь без неё. Нет, это инструмент общения с, там, с родными, близкими, в том числе, это инструмент инвентаризации, да, своих каких-то мыслей, мысли других людей, как бы в рамках здесь же, да, то есть там, почему, почему обязательно надо делать вот таким вот образом, да, если там, ну, кто-то, кто-то в нашей семье, например, да, придерживаться какого-то паттерна поведения, и если паттерн начинает там в какой-то момент времени мешать там общесистемным паттернам, вопрос, почему необходимо придерживаться такого, ну, то есть, почему происходит так. Недавно был этот анекдот, да, не знаю, упоминали мы его или нет, когда муж заметил, что жена каждый раз, когда жарит ему утром сахиски, отрезает у них там кончики как-то по полсантиметра. Говорит, почему ты так делаешь? Ну, кто-то йогурт, не знаю, у меня мама так всегда делала, ну, как-то я так привыкла. Ну, здесь сейчас к маме, а вы почему так делаете, а вы, не знаю, вот вот, 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 моя мама так всегда делала, значит, к ней добрались, говорит, ну, почему вы так делали? Ну, почему, почему надо обрезать-то вот эти? Вот это такая, а вы чего еще жарите на той маленькой сковородочки когда-то да когда-то это не влезала когда-то многие вещи действительно вот так вот были вот так вот звучали многие пословицы поговорки многие вещи тянущиеся из глубокой древности ну это легко легко и не напряжно тянущиеся из глубокой древности потому что я самая древность а на самом деле от нас не так уж и далеко ну любого человека ну давайте не любого да ну очень многих людей там воспитывали в том числе бабушки с дедушками которые маленькими были весьма далеко от сегодняшнего момента и которых тогда воспитывали тоже бабушки дедушки вот и таким образом вот эти вот неосознаваемые паттерны да и некоторые некоторые базисы поведения могут идти прям могут еще сейчас существовать там из из каких-то 100 летних давности времен фактически мы можем мы можем жить убеждением да мы можем жить наблюдением времен дореволюционных до революционной деревни и живет живет человек например например ну пусть пусть он например живет прям прям самой москве живет человек вот но где-то там у него внутри доживет убеждения человека который живет в глухой деревне под тверью например или это рядом пусть под омскому давайте под омском под омском хорошо вот да можно инвентаризировать это 2 ну и чего чтобы мы не перегружали сегодняшнюю тему о чем мы еще скажем сравнение да давай вот сравнение и немножечко еще потом и точнее важные вещи для использования вот таких вопросов анонсирование это по поводу сравнений сравнений да еще один то что сейчас как бы в той рекламе которая которая по закону делается да там этого уже нет там это уже как бы немножечко нельзя да вот но в той рекламе которая не вполне соответствует закону рекламе да там в полный рост как только как только говорят о том что там этот порошок лучше на 15 процентов 15 молодости на 20 вот как только как только порошок лучше на 20 процентов или должны 25 процентов то возникает вопрос собственно с чем сравнивали да вот если 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 мета модель нам не чужда то этот вопрос возникает если мета модель нам чужда если вопросы задавать такие мы не обучены тогда для того чтобы эта фраза имела смысл мы должны подставить туда учет свое да понятно и известное зачастую это то ну тот стиральный порошок который пользуемся мы а этот лучше он надо брать бежим бежим берем как только нам человек о чем-то говорит мы всегда вот эту информацию упаковываем свои образы соответственно если человек нам не уточнил какой порошок то автоматически мы будем думать о том которым пользуемся мы если человек не уточнил какой майонез на 30 процентов вкуснее то соответственно мы будем сравнивать с тем которые нам понятен да с которым мы знакомы как-то мы всегда в недостающую структуру будем заливать свое содержание да и именно на этом этапе происходят ошибки о которых мы говорили поэтому нужно задавать вопрос по сравнению с чем уточняющий вопрос а с чем вы сравниваете то есть рекламе сейчас они уже начинают сравнивать с продуктами прошлого поколения своими же марками их обязательно потому что раньше ну кто помнит еще рекламу несколько раньше там уже сравнивали чего угодно с чем угодно там смело нападали на конкурентов ну было было весело вот ну и 2 2 наверное здесь же имеющие отношения тоже вот к вот этим вот идеям сравнения и оценки ну да вот как бы сравнение это понятно неизвестно с чем сравнивали там в том числе неизвестно по каким критериям например сравнивали потому что на 20 процентов лучше это мало того что с чем мы сравнили да так это еще и по каким по каким качеством давайте этот стиральный порошок на 20 процентов лучше лучше в чем в цене да там в удобстве лучше отстирывает пузыри прикольнее с него в конце концов то есть что же что что сравнивали вот и потом ну как бы как следствие прям рядышком с этого да еще один элемент это ну так кто сравнивал ассоциация ассоциация стирателей порошками британские ученые и сказали да как конгресс 18 конгресс мам стирающих давай они вот все доказали кто эти люди кто эти люди на которые ссылается реклама кто эти люди на которые ссылаются другие люди это тоже очень важный момент там тренер номер 5 рейтинге тренеров там чего-то там кто этот рейтинг кто еще есть в этом рейтинге то есть если ты номер пять то рядом с тобой там тренер номер один в рейтинге и сколько вас там было всего может быть в рейтинге три человека и тогда там вообще очень легко быть в тройке в тройке лидеров до всем третьим даже третьим нормально быть если там всего два человека значит первые два места прекрасно вот там признан признан тренером там кем он признан ассоциация тренеров там чего-нибудь кто в нее входит ассоциация стоматологов кто входит в ассоциацию стоматологов все это все как бы понятные понятные давно понятные примеры да точно так же когда начинают говорить там вот женщины считают вот так то давайте уточним какие конкретно женщины это там твоя мама ну да или там все мужчины да все дети как только мы как только мы ссылаемся на какую-то социальную группу сразу есть смысл задать вопрос а кто именно да кто туда входит да то есть кто эти люди там чем они занимаются и так далее когда человек говорит фразу например когда мы используем такой-то инструмент в таких-то областях там терапии например да возникает вопрос мы это кто в данном случае о ком идет речь мы подумали я решил да если если за этим мы дать там там же очень очень понятно же да что если за каким-то наблюдением если за фразой мы используем вот это или мы проверяли вот это если за этой фразой стоит там сообщество в тысячу человек это прям нормально если за этой фразой стоит один человек с манией величия это прям ненормально это разные это это очень разные информации соответственно да по каким критериям кто сравнивает кто кто эти люди кто принимает решение вот таким образом а задавать вопросы важно и нужно просто для того чтобы поле получаемой информации становилось конкретнее становилось детальнее а чтобы у вас появлялись точки для понимания хоть какого-то понимания другого человека но и опять же мы напоминаем что и понимание самого себя в том числе это очень важно как бы не в первую очередь как обычно да вот прям для тренировки мы рекомендуем в первую очередь позадавать эти вопросы себе да возникает какая-то мысль задайте себе уточняющий вопрос а что это да что я имею ввиду а кого я имею ввиду с чем не сравнивают вот вы будете удивлены ответами которые вы получите в результате психологии психологии и самопознание да там вот в осознанности и в работе с другими людьми полезно чтобы понимать что происходит в голове у человека мы выясняем до деталей чтобы было понятно кто кто смотрел замечательная замечательно к этой метражку стопит можете посмотреть кто не смотрел ее можете посмотреть тоже да вот кто ну как бы кому юмор не является примером да для этого можете почитать почитать расшифровку сессий работы в подходе кпт когнитивно-поведенческой терапии где люди докапываются собственно да вот то происходящего внутри головы окей ладно терапия другое да когда это просто какая-то коммуникация когда это просто кому какая-то коммуникация и в ней есть важные для всех для всех вовлеченных в коммуникацию моменты до которые надо уточнять их надо уточнять когда-то дыхано спрашивать давай завтра пересечемся в центре общеизвестные еда а давай завтра первой половине дня нет the white завтра утром давай завтра после обеда после обеда года записи чем ся в центре после обеда этого сколько мы просто чтобы нам планировать по времени до центр тогда это неплохо бы знать чтобы например там сказать типа давай тогда лучше ближе к выходным до либо например там дела какие-то свои завершать до этого важным это является моментом да важно конечно там в построении отношений в семье даже еще не в терапии даже еще не в семейном консультировании там в начале построения отношений договариваться на тему того что там ну чего-то чего для кого что обозначает например да это важный момент да это действительно вещи важны когда вы начинаете вообще понимать что происходит с другим человеком да ну и что происходит с вами когда вы научитесь доносить другому информацию настолько точно что ему с вами комфортно общаться потому что выданная вами информация она годна к использованию она понятна она достаточно детальная человек у вас понял и с этой информации там спокойно может там планировать там ставить свои цели и так далее но вот здесь как раз таки мы приходим к тому что а где грань да где грань когда вы проясняете информацию для того чтобы коммуникация стала эффективной где вы переходите за эту грань в зануду который задает 10 тысяч вопросов на пустяковых вопросов с точки зрения вашего собеседника это не надо это мы это мы вам такого 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 не такое вам не советовали да какому мы 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 вас не учили но вот здесь как раз таки помните о том что есть контексты где прояснять важно и нужно потому что например лучше сохранить отношения до в 10 раз спросить так чтобы потом не было мучительно больно но если вы понимаете что получив в ответ хорошо нам на ваш вопрос как дела может быть с этим стоит ограничиваться если как бы человек вам сказал все что хотел по этому поводу не позвольте человеку ну как бы быть его реальности да и что-то может быть не освещать да в детали не погружаться будет может быть и не надо может быть и не надо вот в рекламе продажах но в таких вот переговорных и где-то местами там и я и обманных давайте будем честны с таким тоже встречаемся сталкиваемся все в этих моментах надо уточнять ну все в курсе даже надо читать мелкий шрифт договорах там сносочки все остальное да но там где есть договора там где нет договоров там где есть как-то так вот все но более-менее на словах да надо ли уточнять думаю надо уточнять там кстати не бойтесь показаться занудой дотошным человеком если с вами ведут себя честно вам очень долго и очень подробно будут отвечать на ваши вопросы чтобы развеять сомнения чтобы прояснить ситуацию чтобы договориться с вами но если где-то что-то не так то конечно же человек который вам что-то предлагает будет нервничать тревожится вдруг вы докопаетесь поэтому здесь как раз таки думайте о своей безопасности тоже недавно был интересный случай когда какой-то рекламный товарищ написал в одной из социальных сетей я уже не помню деталей такое сообщение написал на тему там предлагаем вам там сотрудничество там ля-ля-ля в общем написал там не особо было много деталей ну так типа прорекламировал в общем интересно ли вам вот это вот я в ответ пишу ну как бы да интересно давайте расскажите чуть более поподробнее об этом и дальше происходит странно и после после фразы расскажите поподробнее человек текста прислал еще меньше и еще более абстрактно других подробностей ничего никого никуда ну все там да дальше и дальше разговаривать там не особо интересно можно дальше колпаться ну вряд ли бы он там начал детализировать нормально бы ситуаций нам бедитаризировал когда когда звонят а кстати вот обучите у кого есть родители там возрастные бабушки там пользующиеся телефоном до чтобы чтобы не попадаться на всевозможные там схемы мошенничества обучите задавать вопросы ваша карточка заблокирована сразу сразу вопрос назовите пожалуйста номер карточки у меня их несколько ваш сын сбил человека не вешайте трубку сейчас там мы вам скажем как его отмазать назовите пожалуйста имя сына о ком идет речь там ну и что-то еще там вы там выиграли там дыды дыляляля там нужно что-то еще уточняйте куда вы играли чего вы играет чего за лотерея и все на этих деталях посыпется все сразу все все мошенники после после фразы назовите номер карточки они вешают трубку и многократно проверено после фразы назовите имя сына которого который там что-то там сбил до вешает трубки ну и все такое прочее очень 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 прекрасно очень замечательно работает ничего если он если у вас к нам уточняющий вопрос мы как обычно все понятно рассказали до выбря в карту туда попадаем классно ну что тогда на сегодня мы заканчиваем вот это напоминаем да напоминаем что это был наш наш первый эфир вот в такое техническое в таком техническом формате то есть некоторые вещи они прям вот нам еще непонятно мы будем разбираться вот может поэтому участвует вопросов не знаю поэтому в общем пишите в комментариях мы все равно их просмотрим все эти записи остаются пишите да можете писать в комментариях можете писать лично задавать вопросы мы в любом случае будем и писать и отвечать и и эфиры будем продолжать проводить ставьте на наши лайки подписывайтесь обязательно подписывайтесь на наш канал в ю тубе институты муки близнякова и руслова руслова и там все эфиры которые мы проводили сохранены выложены они в свободном доступе в любой момент может еще раз посмотреть а вот и отслеживаете отслеживаете наши анонсы фактически каждый четверг у нас бывают исключения там в силу разных моментов может может быть где-то в поездке да но даже в поездках мы стараемся да если есть техническая возможность что-то вам рассказать интересное полезно поэтому следите за нашими эфирами мы будем рады ну что ж всего доброго до новых встреч в эфире лп-тв лп-тв самое полезное телевизор до встречи до свидания а